давно у нас в меню не было яиц и сегодня мы приготовим с вами фаршированные яйца на пару да еще и соусом первое что мы сделаем это нам нужно будет отварить яйца всего все пропорции будут приводиться на 5 куриных яиц как ведь они большого размера в данном случае это важно берите крупные яйца заливаем их водой чтобы покрывала я добавляю соль одну чайную ложку и уксус одну столовую ложку при варке я отвариваю яйца вкрутую и покажу вам как это делаю я мой способ вы можете отварить яйца вкрутую любым удобным вам способом мы доводим яйца до кипения затем уменьшаем огонь до среднего и варим их 20 минут при этом я их все время помешиваю в одну сторону по часовой стрелке лучше может не против это я делаю для того чтобы желток был ровно посередине затем сваренные яйца нам нужно будет с вами остудить в холодной воде можно два раза поменять воду так они быстрее остынут и переложить их из той емкости где они варились и теперь нам нужно почистить отваренные яйца от скорлупы если делать это в воде то скорлупа так лучше отходит кстати уксус тоже для этого добавлялся яйца сразу будут чистенькие чистенькие и ровненькие вот это мой способ вы можете как я сказал любым другим способом отварить отваренные вкрутую яйца 5 штук у нас с вами и мы будем должны их разрезать на две одинаковые половины как вы видите желток очень красиво посерединке теперь мы должны вынуть желтки из половинок и помещаем их какую-нибудь отдельную емкость удобную для перемешивания то есть вечно съесть отваренные вкрутую желтки и оставляем эти половинки которые будем фаршировать теперь у меня было цельное куриное филе я не знаю почему но здесь в турции невозможно найти куриное филе поэтому я просто сама филе вот так вот измельчаю ножом потому что у меня нету для этого процессора и буду делать из него куриный фарш вы можете использовать любой мясной фарш может быть свиной говяжий фарш я использую куриный можно кстати даже креветки измельчить и точно также использовать их для фарширования в общей сложности нам на 5 из будет нужен мясной любой фарш 100 грамм теперь мы добавляем в желтки следующие ингредиенты сам фарш как вы видите когда измельчать его ножом он кстати имеет такой жевательный эффект в этом есть свои большие плюсы местный фарш 100 грамм далее добавляем молотый чеснок пол столовой ложки и измельченный имбирь одну чайную ложку это можно добавлять можно нет имбирь и далее зеленый лук одно перо мы измельчаем белый кончик добавляем а остальное у нас идет зеленый кончик идут на топпинг теперь также добавляем очень мелко нарезанную одну восьмую часть луковицы обычного лука теперь у нас дело за специями добавляем соль одну щепотку и черный молотый перец это же одну щепотку или если сказать точнее то либо по вкусу либо можно 1 8 чайной ложки добавить также добавляем соевый соус пол столовой ложкой и устричный соус добавляем пол столовой ложки если устричного соуса нет можно его в данном случае пропустить но лучше добавить теперь а мы разминаем руками желтки измельчаем их и наша задача все хорошо до однородности перемешать здесь чем дольше меньше мешаете тем лучше тем будет и мягче и собственно говоря однороднее вот такую массу мы с вами получаем и теперь нам нужно будет скатать из этой массы шарики размером где-то два с половиной или три сантиметра самое главное чтобы они помещались хорошо сидели не не выпадая из оставшихся половинок яйца мы помещаем их в углубление тех самых половинок в данном случае как видите они хорошо сидят подошли по размеру главное чтобы они поместились и не вываливались они могут быть чуть больше или чуть меньше как у вас получится их скатать в данном случае можно использовать и лучше использовать перчатки но у меня не было ничего к рукам не прилипает нормально и вот таких красавцев мы с вами получаем после пропаривания они плотно сядут в половинке яйца и вываливаться не будут мы доводим до кипения воду и устанавливаем стиммер пропариватель какой у нас есть я бы положил их прямо на свою железную такую установку но а могут отпечататься дырочки поэтому я подкладываю кусок чистой натуральной ткани текстиля и уже на него сверху буду укладывать и яйца но в общем укладом их на поверхность пропаривать или можно даже на тарелке их туда положили тогда там соберется влага и соки кстати текстиль помогает впитать лишнюю влагу концы я вот так вот подвязываю чтобы они не подгорели закрепляю их на крышке и все отправляем на огонь мы должны пропаривать яйца где-то 8-10 минут и имеется ввиду с момента закипания воды теперь мы займемся соусом подливкой берем для этого какую-нибудь сковороду жид на глубокую и добавляем в воду 4 половника здесь все будет изменяться в половниках если останутся излишки соуса то они не излишки их смешиваются они смешатся с гарниром с которым будете подавать яйца и соевый соус мы заливаем туда же один половник также мы добавляем мирин рисовое вино один половник это тот самый случай когда мирин пропускать нельзя и а также добавляем сахар 2 столовые ложки вы в принципе можете эти яйца с любым соусом подать какой он нравится ли какой вы любите вот такой азиатский вариант а готовим мы соус на среднем огне когда он станет теплым нагреется до теплого мы добавляем крахмальную воду а как делается крахмальная вода мы берем крахмал две столовые ложки совершенно любой кукурузный картофельный и добавляем три столовые ложки воды размешиваем и добавляем вливаем туда в соус нам нужно это все хорошо помешать растворяя крахмальную воду и довести это до кипения но соус у нас должен не только собственно говоря прокипеть он должен и загустеть степень густоты зависит от количества крахмальной воды которую вы добавляете тут вы можете регулировать пожиже или погуще хотите погуще добавьте еще крахмальной воды когда яйца у нас пропарились мы вынимаем их из стиммера будьте аккуратны и стиммер нагреется пар будет горячей ткань будет горячейся вы ее используйте и яйца тоже вынимаете аккуратно удобно пользоваться каким-нибудь для этого лопаточками то что они тоже будут горячие как я говорила можно использовать любой гарнир или вообще подавайте как закуску моем случае то рис и лапша как ее готовить link вот здесь вот верху на видео и теперь когда мы уже засервировали яйца мы поливаем их сверху соусом он должен быть теплый в принципе с холодным тоже будет вкусно и сверху можно посыпать мелко нарезанным зеленым луком это опционально не обязательно также можно добавить немного кунжутного масла сверху тоже это по вашему желанию и все можно приступать к еде удобнее яйца есть ложки в один укус но как вам удобнее надеюсь вам было интересно лайкайте подписывайтесь приятного вам аппетита спасибо спасибо спасибо